Жень говорит, нам 505, он говорит, я считал 4 раза, нам 500 Видите, он настолько тупой, что не может даже почитать одну стопку с деньгами Ему раскладывать приходится Ладно, всем здорово, сейчас в тачку туда зайду, ребят, уже буду записывать видос вам Про всякие изнасилования и ваши маленькие яички На вопросы, которые последние написали мне Привет всем, друзья, это у нас ответы на ваши вопросы на канале Генетик С вами я, Руслан Халецкий В этой рубрике вы под видосом пишите вопрос Ваши друзья, товарищи, соратники Вопросы ваши лайкают, пишут свои И по итогу там, где получится больше лайков, комментариев Или какие вопросы мне понравятся, на них я отвечу Собственно, сейчас один из самых трендовых вопросов Их много мне тоже прислали Это ситуация, кстати, на Шона Родена Ну и погнали Мистер Олимпия, насильник Что я по этому поводу думаю Есть у меня подозрения, что все не так просто Потому что сообщил Шон Роден о наличии переписки С девушкой, которая подла на него заявление Что в этой переписке девушка, скажем, выказывала ему знаки внимания Ну, кроме того, в показаниях, которые есть вот в этом доступе Сказана там такая, ну, сомнительная тема Типа он там ей присунул на пол шишечки Потом осталось, что там фотограф ее ждет Он такой испугался, ее отпустил И сначала он начал ей сиськи облизывать В процессе изнасилования То есть, знаете, больше похоже То есть там описание ее заявления Знаете, как будто бы она сама хотела А потом передумала И при этом пошла к нему еще в номер Когда я ждал внизу с фотограф без трусов и без лифчиков И он являлся при этом ее ментором Ментор, ну, скажем так, наверное, тренер, наставник Они были знакомы изначально Думают какие-нибудь неразделенные чувства, обидки, эмоции В общем, думаю, что мое мнение Что в данной ситуации, конечно, что Шон Роден попал просто В ПМС у девушки И за это чуваку поломают всю жизнь А возможно, уже и поломали Потому что, как нам всем известно С Шоном Роденом разорвали контракты все спонсоры Уже он лишился поддержки И, кроме того, турнир Мистер Олимпия Запретил ему выступать в грядущем шоу Причем не только в грядущем Но и пожизненно выписали ему Дискалификацию с турнирами Мистера Олимпия Осталось еще федерации Нейшнл Профишнл Лиг Наскалифицировали лиги бодибилдинга Дискалифицировать что народу, но что может до конца добить мужика Но в целом это жесть, потому что из всех Мистеров Олимпия Он очень такая персона, которая долго двигалась к титулу Долго шел Так скажем, он не был никогда суперяркой звездой Он не был вспышкой Невероятной, знаете, на небосклоне Долго упорно бился за свой титул Я уверен, что человек бы не стал вообще ничего делать Что мог бы повлиять на возможность выступить Тем более только-только получив титул Потому что заявление было написано 10 месяцев назад Что тоже довольно-таки странно Что движение дали ему только сейчас Поэтому вот эта громкая и шумная история Мне кажется все-таки частично сфабрикованной Очень жаль Шона Если это неправда Но если это правда, я ошибаюсь Если, действительно, произошел такой инцидент Касать насилия То, естественно, он должен по всей пороге с закона ответить По расследованию будет заниматься штаб Огайо Я не ошибаюсь Который выступает кроме этих Шона Родана Но уже в данный момент С того, что видел я Что я прочитал Какие выдвинки его обвинения Какие даны показания Потерпевшей Якбо потерпевшей девушкой Складывается впечатление, что все не так просто Не так однозначно Как восприняли организаторы турнира мистера Олимпия И как восприняли спонсоры Вернут ли они его обратно в случае оправдательного приговора Знаете, сказать сложно Если бы я как спонсор Я бы вернул Я бы, наверное, даже не вымыл человека До толпки его признал виновным суд Либо если бы не было 100% доказательств Да, то есть когда, понятно, там выскочила Вся в крови с порванной одеждой Изву номера И в этот момент обратилась в полицию Все это было снято на видеофиксацию Были свидетели и так далее Это одно Это понятно, что, естественно, такой человек должен быть изгнан Но тут ничего подобного не было Ни свидетелей, ни обид, ни слез Ни фотограф не заметил, когда она спустилась Никаких проблем у нее Оказывается, что ее изнасиловали Ну, вы меня, в общем, понимаете, да? Я исключительно за справедливость Габа от генетика Сколько капсулов пивать после тренировки Чтобы расслабиться Тренируюсь вечером Потом спать не могу И креатин обычный с соком Пить на голодный желудок Как да Загрузка по 5 мг в сутки Спасибо Вес 25 кг Рост 184 см Габа На самом деле, есть, конечно, данные указанные по инструкции Это пить по одной капсуле Но вещи, это, естественно, указаны с учетом норм Российской Федерации И дозировки относительно По габе я лично пить 2 капсулы на ночь Перед сном Мне это хорошо выравнивает сон Продлевает длинную, глубокую фазу сна То есть я лучше высыпаюсь Сон более, как вы знаете Без картинок, без развлечений Меньше снов Хороший, крепкий сон Хорошее восстановление Выравнивает настроение То есть нету негативного депрессивного состояния В том смысле габа отлично работает Естественно, у нее и спектр других функций очень широкий В частности, это улучшение гормона роста Доказанный эффект по габе В частности, для натуралов это очень интересная вещь Да и только для натуралов И для химиков в том числе Если они не применяют Сомотропный гормон Из них То есть если вы не колите самотекс То скачки гормона роста Вот габы на ночь Для вас могут быть очень полезны В зависимости от того, если у вас допинг То есть габа Хорошая очень добавка Теперь по креатину и виноградному соку Это, да, интересная штука Виноградный всегда все пишут На голодный желудок Нет, не вижу смысла На голодный желудок Я вам рекомендую креатин Принимать просто с приемом пищи вместе Он абсолютно адекватно усвоится Удобно просто Достаточно Фаза загрузки Ну 5 миллиграмм это понятно А что это опечатка Я тут не буду Никому прикола говорить Просто опечатка 5 грамм это не фаза загрузки 5 грамм это фаза нормального приема Хорошая дозировка 5 грамм 5 грамм креатина и моногидрата Будет эффективно Даст хороший эффект И девочкам и мальчикам Девочкам даже я бы меньше дозировку рекомендовал Потому что кажется Парень у нас здоровый 24 килограмма Лосяра На самом деле говоря Ему 5 грамм хорошо А может быть даже и 7 или 10 Будет эффективно Можно дозировку подобрать А девочкам Которые занимаются Там и весят 50-52 килограмма Такие стройненькие Для них вполне эффективно себя проявят 2,5 грамма креатина Действительно Действительно это положительно Скажешь, что на тренировках Глупости про задержку воды рекомендую Прям оставить в прошлом Где-нибудь там в 95-м Ничего такого не будет У человека здорового А если вот с креатина задерживается вода Я бы рекомендовал проверить почки Вот Казательно углеводов с креатином Да, конечно, так эффективно Но можно и просто с едой Зачем пить лишний сок с сахаром Если можно придумать другие Гольф поливает прям Шумный с выхлопом Молодец Так, следующий вопрос Расскажи заранее про цинк и витамин D3 Цинк Цинк Минерал, естественно, там Огромное количество Огромный спектр Функций И процессов, в которых участвует Цинк Но самое интересное Для нас Для бутербилдеров Для мужчин Это то, что цинк Минерал активно участвующий В синтезе тестостерона У огромного количества мужчин В случае недостатка Выработки тестостерона Фиксируется низкий уровень цинка Поэтому Дополнительный прием цинка Для большинства Будет полезен Так Он обычно Находится в дефиците В случае приема цинка Обязательно Нужно принимать с ним Вместе магний Потому что без магния Так скажем Цинк Это деньги на ветер Усваиваться он не будет Поэтому в этом порядке Такой продукт Как ЗМА Создан комплексно Это цинк Магний Витамин В6 Мы его тоже выпускаем На сайте Генетикон есть Это самое-самое главное Если тема это интересна Напишите внизу Рассказать про ЗМА полностью Или протестобустеры Я сделаю отдельный выпуск Дальше Витамин Д Знаете Я бы назвал Знаете Есть такие Скажем Витаминоподобные аминокислоты Как L-кранитин А есть гормоноподобные Витамины Это витамин Д Обычно о нем говорят Как Витамини Которые участвуют В Устоянии кальция Но это очень узкое Поделение Витамин Д Витамин комплексный Отвечает за огромное количество Функций И Его дефицит Крайне опасен для организма На витамин Д Может быть анализ Очень рекомендую Кстати В ближайшее время Когда вы будете сдавать анализы крови Кстати Анализ на витамин Д Рекомендуется он К постоянному приему В небольших Тозировках И в том числе Может использоваться загрузка Высокими дозами На фазе его сильного дефицита Для того чтобы его выработать Итак Нас Алексей Спрашивает Расскажите Как тренировать грудь И плечи без жимов Спасибо Ну собственно Вы уже сами ответили Не делать жимы На плечи и на грудь Абсолютно Так же эффективно И мощно Можно проработать Эти мышцы Не используя жимовые движения Вопрос же главный У вас это интенсивность Постепенная Прогрессия Прогрессия нагрузок При этом Моменты Циклирования Должны быть Моменты Когда нагрузки у вас возрастают Должны быть Условно циклы Когда нагрузка снижается Тренировочная Чтобы вы могли Не помнить меня Тренировки Но при этом Параллельно Дать организму Немножечко отдохнуть И подготовиться К новому Этапу Роста нагрузки То есть нужна Интенсивность вам Непосредственно Если бы Я рассматривал Транспордер Я на ЗСД Ну давай Открылась Если бы я рассматривал Тренировку груди Без Жимов Что я сейчас и делаю Чтобы вы понимали Помните у меня была оторвана грудь Прошло дней 50 Я пока штангу Не жму Но кстати Отжимался от пола Так как выглядит моя тренировка сейчас Я выполняю В кроссовере Сведение на блоках верхних Либо стою под 45 углов к полу Либо Клоняюсь корпусом В горизонталь С полом Параллельно полу Делаю сведения Делаю много подходов Порядка восьми Постепенно наращивая вес Потом я выполняю Отжимание От опора Ну это в данный момент Да как реабилитация А так можно добавить Разведение На скамье Под разными наклонами Можно добавить работу В бабочке Можно добавить Ну опять же Видите жим Если вы говорите про жим лежа Это одно Если все жимовые движения То их убираем А так можно В тражерах жимы использовать Разнообразные И грудь будет прогрессировать Да можно делать На самом-то деле Один только кроссовер И увеличить интенсивность Сделать его регулярно Давать правильное время Под нагрузкой Пить креатин Давать закисление Необходимое Как фактор роста Давать правильное время Под нагрузкой И все будет хорошо Будет грудь расти И не нужно делать 150 упражнений Чтобы добиться Результата С плечами Все еще более У нас Разнообразно Прошу прощения С плечами все еще более Разнообразно Вообще Махи Махи это Наше все Для работы На дельты Для прокачки Поэтому это Махи На среднюю дельту Махи На заднюю дельту Это Моя любимая Тяга На блоке Это протяжка Штанги Вдоль корпуса На самом-то деле Вот эти вот Этот комплекс Он уже настолько полноценный Для Ваших дельтовидных Что Жимы Здесь уже Просто могут быть Добавкой Но и без них Махи Протяжка Тяги Колбу Отдельные движения На заднюю На переднюю дельту Могут дать Потрясающий результат И Хороший рост мышц Но По-честному Прямо какого-то Катастрофической необходимости Убирать живовые движения Я не вижу Тут исключительно техника Да То же самое Что я Рассказываю Потому что Живлёжи Это плохо Из-за того, что я оторвал Я оторвал грудь Просто потому что Был Плохой, неудачный день Еще и при этом Я Скажем В болезненном состоянии В сильно утомленном состоянии После длительного перелета И С Тяжелого рабочего дня Я Отправился В зал Вот Причина разрыва Они Сам по себе живлёжи Я слышал истории Потом Друзей Что Были у людей разрывы Просто во время позирования Человек позировал У него отрывалась мышца И там то есть нагрузка Это вообще без веса Заговорил про грудь Потянуть начал Привет, Руслан Что с Гусевым? Почему он удалил видео о производстве компании Бодипит? Так, что с Гусевым? Не знаю Думаю Дениса все хорошо Денис очень приятный приветливый парень Мы лично знакомы Почему он удалил видео с Бодипитом? Ну, потому что он в спортивном питании не разбирается В производстве не разбирается тем более Деньги ему заплатили Он Снял Он молодец Он хорошо отработал свой гонорар Потом он увидел огромную волну негатива от вас Очень много было комментариев о том, что производство плохое Видимо ему это стало неприятно Он, я так понимаю, наверняка вернул деньги Удалил видео, чтобы не решаться в поддержке своих подписчиков Это абсолютно нормально И очень даже, кстати, я считаю, неплохо раз Ну, вот Для него мнение людей Казалось важнее, чем оплаченная сумма денег А это значит что? Значит, заплатили ему мало Вот и все Потому что заплатили много, ничего бы он не удалил А вы бы все об этом уже забыли Потому что Потому что Потому что Это правда Вот Я, честно сказать, даже смотреть не стал Потому что мне там было подчеркнуть ничего полезного, интересного бы не было А тратить 30 минут своей жизни на просмотр сомнительного контента я бы не стал Если вы смотрели это видео, то мне вас искренне Хотя, не знаю, жаль, не жаль Вы что же не разбираетесь в производстве спортивного питания? Не знаете, как должно быть? Как правильно Верно? Верно, не знаете Поэтому Черт его знает Как хорошо Как должно быть Верно, должно быть так, как оно у вас есть И не будем выпуск делать длинным Давайте пишите ваши вопросы Под этот видос Вот я еще недельки запилю вам новый Всего хорошего Всех благ Ну Вот эти вопросы Оказались наиболее востребованными Далее вас задерживать Это оказались самые востребованные вопросы Кстати уже и солнышко я смотрю Пропало Это вот там Еще вижу его сквозь тучи Стало чуть более пасмурно Пишите ваши вопросы под видос Поставьте палец вверх Если что-то было вам полезно или интересно Ждите На канале Скоро выйдет ролик С распаковкой и обзором Сухого армейского пайка Было очень забавно Мы чуть не сблевали В процессе приема одного из блюд Оказалось это редкостной дрянью К сожалению Но только одно Но в целом скажу так Конечно с голодухи Отлично Хотя вот наверное плохое Обратение с голодухи Потому что не должно быть Состояние с голодухи у бойца Российской армии Но это так Стравочка Подробнее посмотрите в ролике Будет он я думаю В следующий вторник Поэтому Ждите Посмотрите Думаю будет интересно Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok